Интересные видео снимали еще до появления Ютуба, Инстаграма и ТикТока. Это подтвердит наш специалист по архивным кадрам. Мы долго не думали над названием рубрики «Макс Архив». Максим, привет! На этой неделе все откапывали машины. Ты же спокойно приехал на маршрутки, но откопал для нас классное архивное видео. Рассказывай. Да, маршрутчики и командующие работают. Им за это респект. Вот такое вот видео нашлось в старом сундуке киностудии «Молдовый фильм», где много интересных пленок. Я думаю, стоит начать это мини-путешествие флэшбэк с нашего любимого Терасполя. Это улица Гвардейская, если не ошибаюсь. Это чье-то личное видео или это хроника? Это фрагмент киножурнала студии «Молдовый фильм», который снимался в течение нескольких лет. Сейчас мы видим кадры 1967 года. Это первые троллейбусы, которые поехали по нашей будущей столице. Их переделывали из старых автобусов. И для многих, для пионеров, в частности, это был такой способ покататься. Люди знаходят. Вот эта проходная, она же сейчас до сих пор есть. Это швейная фабрика. Да, а вот это общежитие университетский напротив драмтеатра. Да, панорама очень. Что меня удивило, это люди, посмотри, они идут просто вдоль дороги. То есть никакого понятия пешеходный переход. И, посмотри, ни одной машины, ну, легковой машины нет. Просто люди идут вдоль дороги. Но дорога, кстати, она вот такая же и осталась по ширине. То есть уже тогда были такие огромные дороги. А это уже Бендеры, 1957 год. Я думаю, многие бендерчане удивились, увидев в то время мужчину с кинокамерой на улице их города. Когда в Бендерский кинотеатр имени Горького можно будет пойти, это совсем скоро. Я думаю, все убедятся в том, что он за эти 50 с лишним лет практически не поменялся. Это берег Днестра. Берег Днестра и, главное, еще тогда достопримечательность Бендерская крепость. Вот она на заднем плане. Я думаю, если вы присмотритесь, вы ее увидите. Там сейчас больше зелени, но ракурс то, что такое же. Там март на этом видео. Посмотрите на это шикарное здание. Максим, ты нам уже сказал, где это здание находится. В Чобруче. Не в Геленджике, это в Чобручах. Замечательный дом культуры. В 1967 году его только-только сдали в эксплуатацию. Беленький еще такой. Кто эти важные люди? Я вижу, что человек в белой шляпе, видимо, он самый главный. Да, это друзья из социалистического лагеря, которые приехали к нам обмениваться опытом. А вот такой вот флешбек в 80-е, начало 80-х. И бендеры снова удивляют тем, что у них свадьбу снимают на кинокамеру. Посмотри, какие были подъездные двери и какой крутой костюм. Молодая пара случайно попала в объектив камеры? Нет, это соленаправленное полноценное свадебное видео. Сколько тогда стоила свадебная съемка? Ну, я думаю, Жигули купить можно было. Тут мы видим Волгу. В те времена свадьбу запоминали. Слушай, ну я... Вот гвоздики в качестве букета, это же гвоздики, наверное, да? У меня гвоздики только с одним событием ассоциируются. А это на свадьбе прям. Тогда, кстати, Саша, свадебные букеты были с белыми лилиями и, видимо, гвоздиками. Небольшая ремарка. Они после свадьбы пойдут ко многим бендерским памятникам. Я думаю, может быть, гвоздика — это не свадебный атрибут, а скорее... А где букет невесты тогда? Или не было такого понятия? Мне кажется, кинули уже в Днестр. Там был очень большой кусок мероприятия уже свадебного возле Днестра. Но, к сожалению, технически картинку воспроизвести было сложно, я его не включил. Слушай, ну вот по платью невесты мне сложно сказать мода того времени. Но посмотри, какой крутой костюм-тройка у жениха. Да, я думаю, что сейчас такого вообще не стоит. Стоит это видео в следующий раз показать в рубрике Насте Васильковой, чтобы она уже... Оценила! Да, оглянулась на опыт прожитых лет. Ну а как без величия? В чем одевались одеты на свадьбах? Посмотрите, молодожены посещают памятник Ленину. Да, тогда был стандартный тур по памятникам. Это памятник 55-му подольскому пехотному полку или Орел, как его бендерчане знают. Это, конечно же, Ленин. Это памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Песню о Куржаву. Диссонанс, да. Имперская Россия и Россия советская. Мы же любим связь времен, и в 80-е в бендерях ее тоже любили. Я думаю, ты помнишь песню о Куржаве? На фоне Пушкина снимается семейство. Так вот эти ребята... А вот это какому памятнику они цветут? Это Пушкин, это гимназия, вторая гимназия бендера. Да, семейство и снимается. Я думаю, уже наконец-то стоит назвать имена молодоженов. Это Марина и Андрей. То есть ты раскопал и это? Как ты знал. Да, была такая небольшая исследовательская работа. К сожалению, невеста и жених уже вместе не существуют. Их любовная лодка разбилась обытно. Вот такое милое архивное видео из их экс-семьи они предоставили. Но живут в Тирасполе? То есть сейчас могут себя узнать? Они живут в бендерах, в частности, невеста. И я думаю, ей тоже стоит передать привет. И заканчивается эта экскурсия на... На братских могилах, да, не морял Великой Отечественной. Тогда он тоже открылся, лет 15 ему на тот момент было. И традиции ходить именно туда, как таковой еще не было. Но эта молодая семья были знатоки нашей истории, в частности, Великой Отечественной. И, конечно же, захотели пойти именно туда. Я скажу, что невеста на самом деле очень героическая, потому что все вокруг в куртках, укутанные. А она с коротким рукавом. Она единственная, кто одета в легкое платье, причем везде. Ну, может быть, там рейтузы где-то под платье. Мы про это не знаем. Вполне возможно. И машина Волга 24-я, по-моему, на тот момент это что-то из разряда Мерседеса, наверное, было. Да, история цикличная. Я думаю, сейчас, если ты приедешь в ЗАГС на Волге, то тебе похлопают и скажут, да, любитель знаток ретро. На самом деле, кинохроники, где присутствуют наши города, очень много. Ну, Тирасполь такой, безусловно, рекордсмен. Я насчитал с 1957 по 1986 год 42 мини-фильма, которые снимались в Тирасполь. Бендеры отстают. У них 5 или 6 фильмов. А это значит, что Максим к нам пришел не в первый и последний раз. Спасибо большое, Максим. Мы ждем от тебя еще новых кадров. Для затравки, можно сказать, что будет в следующий раз. Хотя бы локация, ну а мы подождем неделю. В следующий раз будут известны всем достопримечательности наших городов и сел. Но в своем начале становления будут уникальные кадры со строительства Дубасарской ГЭС и много чего интересного. Вспоминаю невесту с коротким рукавом. Если, друзья, и вы мерзнете, то идите согреваться в спортзал. У Кати Воронченко есть интересная история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова